Добрый вечер! Сегодня в студию мы пригласили учредителя общественной организации «Трезвая Мариэл» Александра Флегинских. Александр Владимирович, здравствуйте! Добрый вечер! Судя по статистике, Мариэл – не самый трезвый регион. В Приволжье мы занимаем второе место по уровню продажи алкогольных напитков, пивных напитков. В среднем, по статистике, 3,8 литра на человека ежемесячно. Как на этом фоне у нас выглядит «Трезвая Мариэл»? Ну, во-первых, хочу поблагодарить за то, что пригласили в студию. И прежде чем дать ответ на ваш вопрос, хотелось бы внести некоторую ясность. Дело в том, что мне нужно определить сначала тот понятийный аппарат, в рамках которого я буду сегодня давать ответы на ваши вопросы. Дело в том, что я буду позиционировать себя как здравомыслящий и трезвомыслящий человек, а в концепции нашей идеологии стоит два определения. Первое определение – то, что трезвость – это естественное состояние человека, которое дано ему при рождении, свободное от любой запрограммированности. А второе определение – то, что алкоголь – это яд. Поэтому этот факт даже доказывать не нужно. Есть огромное количество подтверждений, аргументов, которые изложены даже в тех материалах, которые здесь сейчас у меня есть. И обязательно я одно зачитаю. Например, согласно ГОСТу, этиловый спирт, а этиловый спирт – это составляющая любого алкогольного изделия, этиловый спирт – это легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильно действующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Если мы обратимся к интернет, к сети интернет, то в свободной энциклопедии Википедии также есть определение этиловому спирту – этанолу. Там написано, что действующий компонент алкогольных напитков, являющийся депрессантом, психоактивным веществом, угнетающим центральную нервную систему человека. Совсем недавно мне приходилось быть в библиотеке, где я изучал большую медицинскую энциклопедию, там тоже было написано, что алкоголизм – это форма наркомания. Всемирная организация здравоохранения также приравнивает алкоголь к наркотикам. То есть есть соответствующие документы, все они у меня на столе здесь находятся. Поэтому в нашем окружении, в окружении соратников мы никогда не говорим «алкогольный напиток», мы никогда не говорим «пить алкоголь», потому что алкоголь – это яд, это уже доказано, доказывать не нужно. Поэтому алкоголем можно только отравляться. Поэтому, чтобы вы меня понимали, мы с вами на одном языке говорили, в процессе нашей беседы я буду говорить «отравляться алкоголем» или «алкогольным ядом», даже если это маленький глоток во время какого-то праздника. Далее, теперь что касается статистики. Вот вы только что озвучили статистику, хотелось бы вдогонку, дополнить ее своей статистикой, которую мы совсем недавно получили из Министерства внутренних дел. Мы специально отправляли запрос и получили вот такую статистику. Я думаю, что вам будет интересно ее услышать, хочу вас с ней познакомить. За период 2014 года здесь представлены данные, сведения о преступлениях, совершенных в состоянии алкогольной интоксикации. Например, за 2014 год по всему нашему региону, по республике Мариел, совершено 1733 преступления. В 2015 году, обратите внимание, тенденция на рост. На 25% эта статистика увеличилась. 2345 уже преступлений. Если брать по Ишкар-Але, то более 600 преступлений было совершено в 2015 году. А что это значит? Это значит, что каждый день, если поделить на 365 дней, приблизительно одно, но больше два преступления совершаются людьми в состоянии алкогольной интоксикации. Вот это статистика, официальная статистика, которую мы получили именно тех источников, которые, ну понятно, что они проверены, проверены закрепленные печатью. Также есть другие статистические данные. Мы сотрудничаем с общественной организацией «Трезвая Россия». И в декабре 2015 года они привели национальный рейтинг трезвости, в котором попало 85 регионов. И наша республика, республика Мариел, оказалась на 78 месте. Из 85 регионов. Причем прямо на сайте, на официальном сайте этой организации написано, что регион республика Мариел по центральной России имеет самые, не одни из самых, а самые худшие показатели. А показатели, я обязан их прочитать, число больных алкоголизмом, алкогольными психозами, смертность от алкогольного отравления, преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, объемы продажи водки, объем продажи пива, сила антиалкогольного законодательства в субъектах Российской Федерации. Почему так тогда происходит? Меры ведь принимаются. Чуть позже я об этом обязательно скажу. А сейчас вот еще одна статистика, чтобы все-таки тему, идею завершить. Мы также сотрудничаем с Беловой Юлией Юрьевной. Это кандидат социологических наук, доцент Поволжского государственного технологического университета. И она провела масштабные такие вот исследования. И здесь я не буду сейчас их всех зачитывать. Время, конечно, ограничено. И зачитаю только, вот познакомлю с самой последней таблицей. Это выводы. Доля потребителей пива в каждой возрастной группе. Например, если мы возьмем возрастную группу 14-19 лет, то доля потребителей, то есть людей, детей, лучше сказать, 14-19 лет, кто отравляется алкогольными ядами, составляет 80%. Больше 80%. Что это значит? Что те ребята, которые сидят за школьными партами, если мы возьмем выборочно 10 человек, 8 из них когда-то либо травились алкогольными ядами, или же травятся сейчас, по сей день. А вот теперь отвечаю уже на ваш вопрос. Доля трезвенческих движений, вы меня спросили. Трезвенческое движение в республике Мариел, оно сравнительно молодое. В 2012 году, когда я начинал, я проводил первые уроки трезвости и нравственности в 15-й школе на ремзаводе. Тогда у меня такого большого пласта информации, опыта не было, как сейчас. Я приходил только с паспортом. Но даже тогда уже было заметно, что появляются люди, осознанно мыслящие люди, которые меня поддерживали. И мы вместе в одной команде, вот этот костяк сплоченный создали, начали подобные мероприятия проводить. И даже сейчас огромное количество организаций, не только общественных организаций, которые часть своей деятельности, так или иначе, они соприкасают именно с просветительскими занятиями. То есть они где-то себя позиционируют в каких-то мероприятиях, событиях, связанных с пропагандой здорового, трезвого, спортивного образа жизни. Это замечательно, это просто потрясающе. Потому что если сейчас мы возьмем за общую массу вот эти все злостные лжеубеждения насчет того, что алкоголь – это пищевой продукт, это такая своеобразная клака, черная дыра. Вот представьте себе, да, такая темная область. А вот трезвенческое движение в республике Мариел – это такая звездочка, которая ярко-ярко начинает гореть, но с каждым разом, с каждым днем она все ярче, 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 ярче становится. Но все равно общая статистика, к сожалению, пока еще грустная. – Какие результаты деятельности вы видите в своей имени? – Результаты очень хорошие. За последние несколько лет мы провели силами нашего костяка, силами наших ребят, мы провели огромное количество мероприятий. Открытые столы, проводили различного рода конференции. Приглашали Ждана Владимира Георгиевича совсем недавно, в октябре прошлого года. Собрали большую аудиторию, 700 человек, после чего нас постоянно стали приглашать в учебные заведения. Но наша основная деятельность – это уроки трезвости и нравственности. То есть мы приходим в детские дома, мы приходим в интернаты, мы приходим в школы, техникумы, в вузы, СУЗы, к взрослой аудитории обязательно и проводим урок трезвости и нравственности. – Что это значит? – Ну, это своеобразная такая пилюля, инъекция, что ли, от того большого информационного, мощнейшего террора, в котором сейчас находится наше общество. Поэтому нам волей-неволей приходится вот эту инъекцию, что ли, этот укол новой альтернативной истинной информации давать. А урок трезвости и нравственности, что он себя представляет? Все зависит от того, какая аудитория. Если это детки маленькие, например, первый класс, второй класс или третий, то понятно, что информацию они воспринимают на своем уровне мышления. Поэтому мы даем, например, сказку, которая учит каким-то навыкам нравственности как бы в общей своей мере. Если же это ребята шестого, седьмого, восьмого, девятого, восьмого класса, то здесь информация уже несколько по-другому преподносится. Мы сначала рассказываем о том, как алкоголь воздействует на человеческий мозг, но очень коротко. Почему коротко про это говорим? Потому что ребята, они в таком состоянии находятся, когда они не понимают и не воспринимают весь тот вред, который алкоголь может на них действовать. Как нанести какой им вред? Потому что они здоровые, они крепкие, сильные ребята. Поэтому акцент мы делаем на том, что мы рассказываем, как трезвость отнимается с корыстными целями. Формируется табачно-алкогольная программа его рождения. И последующий, уже третий этап, говорим о трезвости, как об альтернативном времяпровождении. Это самое интересное, потому что, когда человек ведет осознанно трезвый образ жизни, он высвобождает свой весь внутренний потенциал, он находит время для творчества, для реализации каких-то других проектов, там, социально значимых. И времени жутко, катастрофически бывает, не хватает. Так было у меня, потому что в свое время я табачным, алкогольным ядом я травился. Но когда посмотрел ролик Владимира Георгиевича Жданова, он шел около одного часа, мне этой информации хватило для того, чтобы на следующий день стать осознанным трезвым человеком. Мгновенно. Поэтому есть такое заблуждение в среде людей, которые пропагандируют культуру умеренного питья, что алкоголизм – это болезнь. Это наглая ложь. Это не болезнь. Я признаюсь, я был бывшим пивным алкоголиком. Но если уж как бы брать по этому определению, мне хватило одного видео для того, чтобы свое мировоззрение, свою модель поведения в конструктивное русло направить. Что произошло? Я просто получил пласт новой информации, альтернативной, истинной информации. То есть знания изменили поток моих мыслей. В нужное русло я стал трезвым человеком. Есть мнение, что алкоголь в малых дозах, он даже может быть полезен, должна быть культура питья, и тогда все будет нормально. Вы его не разделяете? Ну, конечно же, нет. Это очередной механизм воздействия на общественное осознание. Это инструмент манипулирования, причем злостный инструмент, который прививается уже детям с самого рождения, потому что именно дети, наши дети, попадают под этот гнет, мощнейшее давление, информационный террор. Что делают те люди, которые преследуют корыстные интересы? Мы их образно называем пастухами. То есть люди, которые вроде бы как пасут стадо, пастухи. То есть люди, которые преследуют корыстные интересы. Какие интересы? Деньги, власть, ну и так далее. И они для того, чтобы оставаться в стороне, придумали два направления движения сознания человека. Ложь номер один и ложь номер два. Объясню, что это такое. Ложь номер один – это культура умеренного питья. То есть пей умеренно, знай свою меру, пей только изысканные вина, качественные вина. Здесь же пропагандируется культ богатства, культ «будь первым», то есть принцип «будь первым» и так далее. А есть вторая ложь номер два. Здесь ты не знаешь свои меры, здесь ты пьяница, здесь ты превращаешься в алкоголика, здесь принцип «будь последним». Вот две эти лжи на выбор общественному мнению даются. Так, чтобы был выбор. То есть создается иллюзия выбора. На самом деле скрывается третий путь, третья стрелочка. Вот если представить, да, две стрелочки и третья стрелочка – это трезвость. То есть осознанная трезвость здравомыслия человека. Здесь у нас нет никакого культа богатства. Здесь у нас единственный принцип – это принцип уникальности. «Будь уникальным». Высвобождай свое внутреннее пространство, свой внутренний потенциал. Во всех направлениях жизненных, как бы, жизненных оснований. И расти, развивайся. Здесь личностный рост, здесь саморазвитие, здесь благосостояние. Не богатство, не деньги, не нажива, а именно благосостояние. Здесь благотворительность обязательно. Это конструктивные модули, которые человек, который обладает мышлением абстрактно-логическим, он всегда может себя в этом направлении реализовать. Как часто вы проводите уроки трезвости? Поначалу, несколько лет назад, проводили крайне редко. Хотелось бы, конечно, чаще. Ну, раз в две недели. Потому что у нас не было соответствующего опыта. Это вас сами зовут или вы приходите? Раньше приходили мы. Вообще, с чего все начиналось? Доходило до забавного. Я приходил в школу с паспортом. Просто с паспортом. Я говорю, я такой-такой-то, живу в городе Ишкарла. Пустите мне, пожалуйста, до детей. А мне говорили, а вы кто такой? Мы про вас не знаем. Покажите что-нибудь. И мне с трудом удавалось прибиваться. Но когда мы съездили, я поехал в Севастополь, тогда еще Украина, там прошел обучение у Владимира Георгиевича, у Коняева, у Зверева в Тюмени. Мы проходили обучение. Когда я уже, вот весь свой внутренний сосуд, который был пустым, я его наполнил альтернативной истинной информацией, когда я уже стал полной мере компетентен в этом вопросе, когда о нас узнали, когда нас стали приглашать на радио, на телевидение, когда нас стали писать в газетах, когда мы стали получать отзывы не только от детей, которые нас слушают, а от педагогов. Вот здесь вот лежит папочка красного цвета. Будет время, я обязательно зачитаю. Здесь отзыв министра образования Галины Николаевны Швецовой, здесь отзыв министерства образования, правительства нашей республики, министерства внутренних дел, педагогов, учителей, многих-многих людей. Отзывы имеются в виду о наших мероприятиях. И вот такая вот огромная стопка, вот несколько тысяч отзывов от детей. То есть мы, когда проводим урок трезвости и нравственности, после этого урока мы просим детей написать отзыв. То есть понравилось ли им это выступление, нужно ли проводить такие еще выступления. Вот у меня, с вашего позволения, если позволите, я одно хотя бы зачитаю, одно-два таких отзывов. Но сначала, значит, закончу мысль. Сейчас нас приглашают постоянно. Бывает, что по два, по три, по четыре раза в неделю. Мы физически просто не успеваем. Понятно, что все эти мероприятия мы проводим бесплатно. То есть никакой оплаты оплаты мы никогда не требуем. То есть все за свой счет. Приглашали нас и в Казмедемьянск, в Чебоксары, в другие регионы. Все за свой счет. То есть мы покупаем, значит, материалы, распечатки делаем, оплачиваем бензин, дорогу, находим время. Ну, потому что мы социальные предприниматели. То есть мы можем себе это позволить. То есть какой-то свой жизненный потенциал, ресурс мы можем в этом направлении, значит, послать. А вот что касается отзывов, очень бы хотелось зачитать. Ну, я два зачитаю. В 16-м году, вот совсем недавно мы провели мероприятие, не буду, значит, зачитывать фамилию, Матвей. Выступление, на мой взгляд, было полезным. Я многое узнал про алкоголь. Я понял для себя, что не буду отравляться в своей жизни и буду это рассказывать другим людям. Слышите, что говорит? 14-летний парень. Он осознает, что алкоголь – это яд и о том, что эту информацию необходимо максимальным способом распространять. Это здорово. То есть основная наша цель наших мероприятий – это создание, формирование трезвенческих убеждений у молодежи в первую очередь, потому что это наше будущее поколение. Им стоять у руля, им двигать нашей стороной. И так же Матвей пишет, «Я считаю, что нужно проводить подобные мероприятия в нашем городе, ведь каждый должен знать, что алкоголь – это яд». Надежда пишет, «Я считаю, что выступление является полезным. Я, например, поняла, что алкоголь – это яд, и трезвость – это естественное состояние человека». Так, Джасур. «Я считаю это выступление очень важным и полезным, поскольку люди не идеальны, и каждый ошибочно делает свой выбор». 14-летний парень понимает, осознает, что выбор ему предоставляют ложный. И вот здесь, в этом отзыве, он уже пишет о своем собственном выборе. То есть я делаю свой собственный выбор, я отказываюсь от алкогольного яда. Эта лекция – некий толчок на правильную жизнь. Какие глубокие слова. То есть таких отзывов у нас огромное количество. Прям целая стопка уже даже некуда девать. Вот такие результаты. Надеюсь, что у вас будет еще больше таких отзывов. На такой позитивной ноте нам приходится завершить наше интервью. Надеюсь, что у вас будет еще много таких отзывов и результатов работы. А я напоминаю, что у нас в студии был учредитель общественной организации «Трезвая» Мариэл Александров-Легинских. Оставайтесь на телеканале «Россия-24».